Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, первый день Страстной Седмицы посвящается воспоминаниям о неплодной смоковнице, которая была осуждена Господом и засохла. Каждый вечер Господь уходил в Галилею, уходил из Иерусалима, там Он отдыхал, беседовал со своими учениками, а утром снова спускался с Галилейского холма с тем, чтобы войти в Иерусалим. И проходил всякий раз мимо смоковницы, инжирного дерева. Ну и, наверное, с утра естественное было желание что-то вкусить. Скорее всего, никаких завтраков в то время не предполагалось. И Господь, проходя мимо этого инжирного дерева, возжелал взять плод с тем, чтобы утолить голод. Но плодов не оказалось. И Господь осудил это древо так, что оно засохло. Вот критически настроенные комментаторы, делавшие замечания по поводу этого евангельского текста, доходили до того, что обвиняли Господа в жестокости. Но как же так? Проповедует любовь, а тут ни за что, ни про что дерево осудил. Да так еще осудил, что оно засохло. Ну где же тогда любовь? Какие же противоречия ужасные скрываются в Новом Завете? И как только люди слушают, и не только слушают, но и принимают близко к сердцу и к уму то, что в этой книге написано. А на самом-то деле Господь ведь осудил смоковницу не потому, что он был голоден, и она не дала ему возможность вкусить пищу. Господь ведь часто возлагал на себя пост, сорокадневный пост в пустыне. Это что? Какие там смоковницы? Одна только вода. И сорок дней, и ночей Господь провел в уединении, и в строжайшем посте, фактически в полном отказе от всякой пищи. Поэтому Господь, конечно, осудил смоковницу не за то, что она не дала ему возможность напитаться, а за то, что она явилась неким символом лицемерия, обмана. Господь осудил не смоковницу, а через смоковницу он осудил лицемерие, которое в то время действительно поработило сознание, исказило религиозную жизнь тогдашних иудеев, причем не в масштабах всего народа, а именно той части народа, которая была ответственна за духовную, религиозную жизнь людей, так называемые фарисеи. Это ученые люди, которые были учителями своего народа, но чаще всего, уча людей, возлагая на них бремена, даже нередко неудобоносимые, сами не исполняли того, чему учили. И поэтому Господь, осуждая смоковницу, осуждал лицемерие фарисеев, но и не только фарисеев, да и всех тех, кто после фарисеев. Разве сегодня нет лицемерно верующих людей? Ну вот в советское время таких не было, потому что вообще показать свою религиозность было небезопасно. А теперь нередко, и почему же на показ не показать своей религиозности? И лишний раз не сказать о приверженности к традициям. А если вот так спросить человека, который демонстрирует свою религиозность, а как вот насчет Великого Поста? Вы так вообще поститесь? И поститесь так, как полагается православному христианину? Ну и если человек честный, он скажет нет, к сожалению. Ну а если не честный, то будет что-то невнятное, может быть, говорить по этому поводу. Другими словами, осуждение Смоковницы – это осуждение лицемерия. И поэтому не случайно, не просто в течение Великого Поста мы слышим это повествование в самом начале Страстной Седмицы. С тем, чтобы не было в наших с вами мыслях, поступках, тени даже лицемерия. Мы должны идти навстречу воспоминания о страданиях Спасителя, о Его крестной смерти и о Его воскресении с чистой совестью. И даже остатки каких-то греховных мыслей надо исторгать. Потому и напоминает нам Церковь об этом событии, связанном с тем, как Господь наказал неплодную Смоковницу, явившуюся неким символом человеческого лицемерия. Каждый день, особенно во время Страстной Седмицы, сопровождается очень глубокими, исполненными огромным духовным смыслом чтениями, молитвословиями. Но как важно, чтобы мы с вами не просто так стояли в храме, о чем-то своем думали, иногда далеким от того, что вообще связано с молитвой и духовной жизнью человека. Не просто так, чтобы стояли, потому что все-таки надо отстоять службу. А давайте постараемся все-таки вслушиваться в те слова, которые произносятся, особенно в тексты, евангельские тексты, которые читаются. С тем, чтобы действительно, насколько возможно для нас, людей слабых и ограниченных, приобщиться к нам к божественной мудрости, которая не только действительно обогащает наш разум, но которая реально спасает наши души. Каждый день Страстной Седмицы наполнен очень большим духовным содержанием. И дай Бог нам, приобщаясь к этим смыслам божественным, и затем, проецируя эти тексты на свою собственную жизнь, опознать, насколько же мы отходим от тех духовных идеалов, которые Господь нам предначертал. Осознавая эту отдаленность от божественного предначертания, и спросить еще и еще раз у Господа прощения за нашу слабость, за наше нерадение, за наше окамененное нечувствие, за нашу неспособность не только умом, но сердцем и душой, и всем своим существом принимать Слово Божие и по мере сил своих притворять эти божественные слова в своей жизни. Всех вас еще раз поздравляю с понедельником Страстной Седмицы и желаю всем нам в мире душевном благочестии, в чистоте, в добрых мыслях и в молитве провести предстоящие нам святые дни Страстной Седмицы. Храни вас всех, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok